Всем привет! Сегодня мы снимаем нашего временного питомца, а именно крысенка нашего. Я так его нормально не назвал, но пока что зову предварительно Тошка. В отличие от мыша, крыски куда более соблазнительны и более подвержены, скажем так, к каким-то взаимоотношениям, основанным на, не знаю, ласке, что ли. Например, мышонок, рыжий, который у меня до этого был, когда я его брал на руки, у него все время был рефлекс испражняться. Это мне и сильно не нравилось. У крыски такого рефлекса нет. Вот он наш крысеныш, черноглазый, с черной полосой прям по позвоночнику. Пока еще не сильно активный, достаточно непоседливый. И сейчас мы его будем немножко пытать. Пыка будет заключаться в воде. Мне необходимо, чтобы он полностью освободил свой кишечник, так как я ему подготовил свежий почищенный садок, в котором он большую часть времени и живет. Это очень хороший момент, чтобы показать, так сказать, способности крысок. Вот сейчас он бегает активно туда-сюда. Достаточно мило, все не сильно активно. Но стоит включить воду, а крысы очень не любят воду, как начнется беготня. Собственно, этим я сейчас и займусь. В принципе, несмотря на то, что крысы не любят воду, купать их все-таки периодически нужно, особенно если они задержались в своем садке, где скопилось много фекалий за неделю. Поэтому, пожалуй, начнем наше видео. Начнем включение воды. Воду включаю теплую, чтобы не было проблем у масла от переохлаждения. Собственно, мы видим, как мышка убежала подальше от воды. Она будет стягиваться от подходящей лужицы. Хотя это уже не первый раз, но он уже несколько привык к этому. Видите, все равно убегает туда, куда вода не сразу приходит. И очень интересное свойство и крыс, и мышей. Я узнал буквально недавно. Точнее, недавно только увидел. Они умеют очень мастерски прыгать. Особенно, когда находятся в ловушке, и им срочно нужно убежать. Например, от воды. Вот эту еще руку. И мы, скорее всего, увидим. Я бы очень хотел увидеть это. Точнее, показать вам, что будет крыса делать, если она не может вывезти из ванной. Но при этом ванна заполняется водой. Пока что он еще просто, видите, испорожнился. Чего я от него и довелась. Он несколько боится, и, соответственно, крыса испорожняется. И уже не один раз. Что позволяет освободить кишечник от всякого. Может, это из-за испуга, может, условный рефлекс на воду. Но в любом случае, это мне помогает. Содержать садок все-таки на день более чистым будет. на целые сутки буквально. Но сам, я надеюсь, увижу то, что как раз хочу. Руку я держу не случайно. Я надеюсь, что крысеныш прыгнет и усепится. Надеюсь, он это сделает на камеру. Но пока что не видно, что он хотел бы браться из воды. Вместо этого он просто мечется. Ведет себя как сурок типичный. О, видели? Началось. Начались прыжки. Опа! Вот молодец. Все. Мы его мучить больше не будем. В ванну мы его не положим. А отправим в свой садок. Потому что он заслужил достать свою свободу. В садке его покажу. Чуть-чуть позже. Возвращаемся к нашему крысенку. А точнее, к его жилищу. В качестве жилища у него выступает вот такой вот садок. В качестве наполнителя идет среднего размера стружка. Не мелкая. А в качестве еды кормовая смесь из-за различных семян в основном продаваемые в зоомагазине вместе с овсянкой. С овсяными хлопьями. Небольшой блюдце с водой. И также крыска очень любит свежую морковь. Очень хорошо ее уплетают. Ежедневно могут уплести достаточно крупную шайбу моркови. Поэтому свежие овощи все-таки необходимы. Тем временем крыску мы посушили тряпочкой. Вот он тут бегает. Все, никак сообразить не может. Что его хотят домой запустить. Почувствовал вкус свободы. Запустим его к себе. И задвинем садок. Как ни странно он отсюда не вылезает. Потому что поднять не может решеточку. Но здесь ему вполне комфортно. Он раскидает щепки. Заберется поглубже к себе. Попьет водички. В общем всячески будет первое время обнюхивать это место. Ну а потом привыкнет и будет кушать, спать и заниматься своими делами. Несмотря на то, что вроде бы место небольшое, в качестве жилища ему очень подходит. Вот так вот о чем еще мечтать. За тобой убираю. Тебя кормят поят. Только вылизывайся и живи. если бы они еще умели говорить, но это уже другая история. Он будет себя приводить в порядок. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...